Здравствуйте! В моей жизни Евангелие от Марка 8 глава придала огромную силу и храбрость. Как вы хорошо знаете, раньше я очень много голодал, и часто я молился, чтобы Бог дал мне пищу. И знаете, я точно молился перед Богом. Но я видел, что Бог не дает мне хлеба. Ко мне приходили самые разные мысли. Я думал, наверное, у меня нет веры. Поэтому Бог не слышит мою молитву. Я ведь молился, почему же Он не отвечает на мою молитву? Как было бы хорошо, если Он будет отвечать на мою молитву? Я не считал, что Иисус не прав. А я считал, что Бог не отвечает, потому что у меня нет веры, что я слабый. И когда мои мысли шли в эту сторону, у меня не было силы. Я думал, почему же я молился, но Бог мне не дает хлеба? Почему же Бог не помогает мне? Может, Он наставил меня? Может, Он вдали от меня? Часто я погружался в подобные мысли. Но знаете, истина, которую я не могу забыть. Я читал однажды 8 главы Евангелия Марка. Я был удивлен. Я увидел, что даже находясь с Иисусом, можно голодать. Что нам говорит Слово? Что сделал Иисус? Иисус сказал, «Три дня они находятся при Мне, и нечего им есть». И что говорит Иисус? Здесь таких прекрасных слова. Четвертый стих. «Ученики Его отвечали Ему, откуда бы мог кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» Так сказали ученики. Иисус сказал перед этим. Второй стих, 8 глава. «Жаль мне, народа, что уже три дня находятся при Мне, и нечего им есть». «Если неевшими, отпущу их домой, их ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». «Я считал, что я голодаю, потому что у меня плохое отношение с Богом, потому что у меня нет веры». Но в Библии я увидел, что даже находясь с Иисусом три дня, люди голодали. А что еще интересно, Библия очень ясно описывает нам, «Некоторые из них пришли издалека». «Если я неевшими, отпущу их домой, их ослабеют в дороге». Когда мы слышим подобные слова Иисуса, Что удивительно. Во-первых, это то, что, находясь с Иисусом, я могу так же голодать. Три дня находились с Иисусом, но находились в голоде. А так же Иисус знал наше положение. Он говорит, «Если я неевшими, отпущу их домой, ослабеют в дороге». Ибо некоторые из них пришли издалека. Вы не представляете, насколько придавали большую силу эти слова. Когда мы живем ради Евангелия, Сейчас мы живем очень хорошо. В хороших домах, Хороших автомобилей мы имем, И мы имем хорошую еду. Господь Бог помиловал мою жизнь, Что она была самой лучшей в Господе. Когда я начинал свое служение, Да, были трудности, часто я голодал. Голод была не проблема. Но я думал, почему же Бог не отвечает на мою молитву? Я же так молился, почему же Он не отвечает мне? Он что, оставил меня? Почему Он не слышит мою молитву? Он, может, не любит меня? Когда приходили ко мне подобные мысли, У меня исчезала всякая сила. Но однажды я читал Библию. Я был удивлен. Оказывается, находясь с Иисусом, мы можем голодать. Тогда я перестал думать, что я голодаю, потому что нет веры. Когда я смотрел на Слово Иисуса, Иисус говорит, «Жалко мне их, Ибо три дня находятся при мне, И нечего им есть. Естинейшие отпущие к даме ослабеют, Ибо некоторые из них пришли издалека». Четыре тысячи человек собрались вокруг Иисуса. И из них есть те, которые ослабеют. Пришли издалека. Иисус очень подробно знал о каждом. Когда я видел деяние Иисуса Христа, я был очень благодарен Ему. Я не мог не благодарить Господа Бога. Знаете, я жил ужасно. Но когда я опознал Иисуса, я видел, как прекрасным образом Бог ведет меня. Я не тот человек, который может говорить подобные слова. Но когда я читаю с Писания, я не думаю, что все четыре тысячи человек услышали слова Иисуса. Иисус сказал ученикам, «Жаль мне народа, что уже три детей находятся при Мне, и нечего им есть. Если не ищем, я отпущу их до Моих, ослабеют дороги, ибо некоторые из них пришли издалека». Иисус Христос знал всех четыре тысячи человек. Даже когда другие не заботились о них, Он заботился о их дороге, заботился о том, что они проголодались, и знал, что они ослабеют в дороге. Иисус Христос знает и обо Мне. Он знает, чего у меня нет. Знает, что я беден. Знает мои недостатки. Знает мои слабости. Знает, что у меня нет веры. Поэтому Иисус готовил. Поэтому мои мысли не имеют никакого смысла. Почему? Потому что раньше, чем я, Иисус подробно, дисконально заумает обо Мне. И хотя у меня нет способа, у Него есть способ. И одного того, что я вместе с Ним, это дороже, чем приобрести весь мир. Какое слово есть в Четвертой Царстве? Елисей говорит, что он сказал? Послушайте слово Господне. Так говорит Господь. Завтра в это время миром уки лучше будет посекли две миры, чем не посекли у ворот Самарии. И что сказал на это сановник? Если вы, Господи, открыл окна на небе, и тогда может ли быть это? Здесь звучит голос Бога. Человек Божий, Елисей сказал, выслушайте слово Господне. Завтра в это время миром уки лучше посекли и две миры, если чменя посекли, будет у ворот Самарии. Это правда? Завтра в это время? Представляете, какая-то удивительная весть. Что бы я сказал бы на месте? Я бы ничего не сказал. Я бы побежал домой. Я бы спросил, сколько у нас дома осталось риса? Да, осталось две меры риса. Хорошо, приготовь одну меру, и мы снаедимся, а второй продадим. Если продать в тот день, то может заработать 50 долларов, 100 долларов. Но за эти деньги на следующий день можно будет купить целый мешок риса. Так могут поступить, когда вера наступает в душу. Господь Бог сказал из ратяна, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь, завтра в это время миром уки лучше будет посекли и две миры, чем я не посеклю ворот Самарии. Когда люди Господа Бога услышали это слово, они должны были сказать, «Наконец-то Бог вспомнил о нас! Он не оставил нас! Он милует нас! Дорогая, завтра будет много еды, поэтому давай все с этими продадим!» Эти слова должны стать словами надежды, они должны радоваться, говоря, «Господь, спасибо, что Ты вспомнил о нас!» Однако там, где есть деяние Бога, есть всегда деяние сатаны. И челусь сановника сатана действует. Быть такого не может! Как это завтра в это время будет мука лучше посеклю? Даже если Господь откроет окна на небе, это невозможно! Слово очень подробно говорит нам. Была только что надежда, что наконец-то завтра будет много пищи. Но когда слушает слова сановника, говорит, «Ой, правильно говорит, это ж невозможно!» Как это Мурамик будет посеклю две меры ячми и будет посеклю? Да, сердце человека ведется так. Так же и у вас, слушатели. Когда мы читаем Слово Божие, у нас появляется надежда, а когда смотрим на положение, «Ой, почему я должен быть бедным? Почему должно быть так тяжело? Почему я должен страдать из-за копеек?» Мы правда верим в Бога? Разные мысли начинают виси, и мы следуем за ними. Когда вы слушаете проповедь в воскресенье или в другие дни, если Слово Божие укрепится в ваших сердцах, вас будет переполнять надежда на Бога, будет чувство благодарности заполнять вас, и радость будет переполнять вас. И сердце Бога укрепится в нашем сердце. Кто сказал? Человек Божий Елисей сказал. Это Слово Господа, и оно обязательно сбудется. Бог вспомнил о нас. Он не забыл о нас. Душа переполняется. Но сановник говорит. Если бы Господь и окна открыл бы на небе, тогда может ли это быть? Многие люди, они имеют два уха. Одно ухо, которое может слышать Слово Бога. Если бы левое ухо было, которое слышит голос Сатаны, то мы бы все закрыли бы левое ухо, или заклеивали лишь клеем, и слушали бы только правым ухом Слово Бога. Но что интересно, и правое ухо слышит голос Бога, и голос Сатаны. И также левое ухо слышит два голоса. Почему же происходит так? Потому что Бог говорит. Ты выбери. Ты верь то, что хочешь. Хотя не верю в голос Сатаны. Но если мы слышим, оно уже влияет на нас. Ну да. Как во время такого голода, когда враги окружили нас? Откуда может прийти пища? Не может прийти пища. Это невозможно. Как в это можно поверить? Когда принимают этот голос, тогда вся надежда разрушается. Церкви, братья и сестры, слушают разные вещи. И мысли формируются от того, что вы слышите. Это Слово Бога. По-человечески кажется, что невозможно. Но для Бога все возможно. И когда раз, два, мы испытываем веру, когда у нас формируется вера в Слово Бога, знаете, у меня было так, когда я служил в Акуктоме, мы несколько дней голодали. То, что я был голоден, было тяжело. Но тяжелее этого было то, что я молился Богу. Искренне молился Богу. Но всю ночь молился. Однако, почему же Бог не дает мне пищу? Я думал, может, Бог оставил меня? Или, может быть, у меня нет веры? Разные мысли приходили ко мне. И они мучали меня. Однако, в тот день я читал Библию. И, знаете, Евангелие от Марка, 8 глава. Я, знаете, что понял? Даже находясь с Богом, можем голодать три дня. Причина не в том, что у меня нет веры. Порой Бог дает мне такие испытания. Но Он продолжает вести меня. Он даст мне пищу. Четыре тысячи человек, которые были с Иисусом, если три дня голодали, об этом знает Иисус. И Он не отпустит просто так. обязательно накормит их. И знает, что они ослабляют в дороге. И Он заботится. И вот как я понял, что находясь с Иисусом, я также могу голодать. И Он должен смирять мое сердце. Порой Он мне дает много денег. также допускает в моей жизни трудности. А значит, и в этой трудности есть проведение Божие. Мы сталкиваемся с разными ситуациями и обстоятельствами. А у меня нет веры. У меня не получается. Я не могу. Бог не отвечает мне на молитву. И подобные мысли начинают укрепляться в нас. Да, может быть, Бог не отвечает. Порой, воля Бога может быть, чтобы не отвечать. Можно родиться слепым. Можно родиться и хромым. Такое тоже может быть. Это потому, что Иисус жил? Нет. Он говорит, для того, чтобы я ввелись слава Божия. Для того, чтобы я ввелись слава Божия. Знаете, что удивительно? Порой происходит то, чего мы не ожидали. Порой мы можем заболеть. Мы можем испытать трудности. Может, у нас нет денег. Или наоборот, может быть, мы сытыми. Но важно. Евангелие Матфея. 28 главе написано, «Я буду с вами до скончания века». Бог сказал, что не оставит меня. И когда мне грустно, и когда мне тяжело, и когда я в отчаянии, и когда я страдаю, Бог всегда со мною. Бог пребывает с нами. Бог учит нас преодолевать через Бога эти трудности. Но люди же думают не так. Они думают, у меня нет веры. То есть, решают свои проблемы не Богом, а человеческим способом. И потихоньку уменьшается упование на Бога. И потихоньку погружаются в человеческую душу. хотя одинаковые мысли. Но у человека действует как голос Бога, так же голос сатаны. Когда мы смотрим на это слово, мы погружаемся мыслей. Да, порой мы просто пропускаем мысли. То есть, мы думаем, ой, почему же так трудно, почему же так тяжело, почему же мне не получается. однако, когда я размышляю, когда мне тяжело, я учился в вере в Бога, приближался с Богом. И я понял, что это было через Бога. когда израильтяне умирали в Самаре. Человек Божий сказали, завтра в это время мы лучше будем посекли. По слову человека-осстановника, даже если Господь откроет окна, разве это возможно? По-человечески кажется, что это невозможно. Бог, в Которого мы верим, Он дает не только, что нам возможно, но и невозможное дает нам. Что же Бог хочет дать нам? Хотя тебе кажется невозможным, но я буду действовать. Он желает дать нам веру. Он желает, чтобы у тебя была вера. Для этого Бог так трудится. в детстве я много мучился из-за многих недостатков, но я видел, как Бог открывает путь передо мною. Многие пастора, известные супруги, служители приходили ко мне вчера. Я передавал им Евангелие, и он получил спасение, так радовался. Знаете, что я сказал? Когда решится ситуация, связанная с коронавирусом, да, мы хотим провести всемирный лагерь, и мы будем проводить, приезжайте обязательно. Они пообещали приехать. я уже делаю рекламу всемирного лагеря. Я говорю, приезжайте в Корею. И они так были благодарны. Некоторые люди, они звонят мне и говорят, что хотят жить в том доме, где они останавливались в Корее. Многие так просят меня. И мы хотели так организовать, но потом перенесли встречу, поэтому не получилось. У нас есть много разных памятей. И знаете, когда многие министры приезжали в Корею и останавливались у нас, мы даем им такую память, которую невозможно забыть. И если будет возможно, они хотят снова приехать и интересуются, как живут те, с которым они жили. порой они заняты, поэтому не могут приехать второй раз, мы приближаемся с Богом. На протяжении 60 лет, с которым я был с Богом, Бог сделал в моей жизни многое невозможное. И то, что мне казалось трудным, Он решал. Он открывал путь для Евангелия. И Он действовал, чтобы я мог благовести Слово. И когда я думаю об этом, у меня есть огромная благодарность. Порой есть трудности, и вижу потом деяние Бога, есть испытания, потом вижу благословение Бога, и видя деяние Бога, я приближаюсь с Богом. Я думаю, да, можно голодать и с Богом, но за этим последует деяние Бога. Он благословит. И когда я приближаюсь с Богом, та проблема, с которой мы столкнулись, а в этой ситуации Бог поможет, Бог будет действовать, такая вера формируется у меня. Да, в церкви порой происходят разные события. По-человечески кажется, что их невозможно решить, но Бог открывает путь Евангелия, позволяет благовесить до края земли. Я не могу не благодарить Бога. Я был в России, и там есть телеканал ТБ. Я встретился с директором, и он очень был рад со мной познакомиться. 9 лет мы транслировали через телеканал ТБН. Когда в Корее проводили мероприятия, приезжали даже снимать. Мы были очень близки. Но что удивительно, телеканал ТБН также транслирует проповеди в Израиле. в Израиле живут евреи. Евреи живут в Израиле. Когда Израиль был захвачен, всех евреев прогнали из Израиля. Но те евреи, которые поехали в Германию, что было с ними? Гитлер хотел убить евреев и построил план. Однажды я был в концлагере Асвенцим. Там находится могила вот такого размера до этих стульев. 1953 год 2000 человек. Многие люди погибли. Их водят душ, чтобы приняли душ, но когда они открывают кран и выходил ядовитый газ, все люди погибали и всех хоронили на месте. и те же и и и и и в то время Германия воевала с Россией. Советском Совете же наоборот помогали. И те евреи, которые были в Советском Совете смогли выжить. А те, которые были в Германии, они погибли. в 1948 году, когда Израиль получил независимость, как слово говорит, что они придут из севера, многие евреи из России вернулись в Израиль. И поэтому очень многие изратяне говорят на русском языке. И телеканал ТБН трассирует проповеди в Израиле. И евреи слушают эти проповеди. И появились люди, которые получили спасение. И они пригласили меня. «То, о чем я даже не могу представить, Бог совершает». Люди, которые слушали Слово на протяжении многих лет, узнав о майн образовании, прочитав наши книги, евреи обучают своих детей через Талмуд. Однажды миссионер Чанг встретился с евреем и они общались. И этот человек спрашивал обо мне. и спрашивает, «Пасторг Сапогон кореец?» «Сто процентов кореец». А как же он хорошо так знает о жертвоприношении? Лучше, чем мы даже. Они удивляются. Ну как лучше знать? Я же тоже как они через Библию знал. Корейская Библия намного ближе переведена, чем английская Библия. Я читаю Библию на разных языках. И корейская Библия, она очень хорошо переведена с правильными словами. Я не думаю, что если бы я читал Библию на английском языке, я бы понял бы столько же слова, как на корейском. Английский язык сделан из мира материального. А восточная культура отличается от западной тем, что в восточной культуре очень много духовного. По этой причине и языки также отличаются. иными словами, в корейском языке очень много слов, которые могут хорошо описать внутренний мир человека. Однако, английская Библия тоже переводила Библию. Но в английском языке очень мало слов, которые могли бы объяснить духовное. Больше того, что описывать материальный мир. Поэтому, когда однажды я передавал слово в США, я сказал, у корейцев есть дружеская любовь. Но переводчик растерялся. Потому что того слова, которое есть в корейском языке, нет в английском. Нет этого понятия. он не мог подобрать слово. Переводчик не мог перевести меня. Потому что любовь и дружеская любовь в корейском языке отличаются. И очень мало слов, которые описывали именно внутренний мир человека. Я имею корейскую Библию. Я читаю очень много на корейском Библию. И греческий язык очень близко корейским. Потому что оба начались с восточной культурой. Читая ту же Библию, конечно, может быть, я немного читал на английском языке Библию, но невозможно сравнить Библию. Корейская Библия, она же такая вкусная, привлекательная и очень хорошая. евреи говорят нашим миссионерам Ручан, «Расскажите от пасы Русапак, он корец. Как он так хорошо знает жертвоприношения наше?» Когда я поеду в Израиль, я много хочу им рассказать. Почему? Когда мы смотрим Библию, они следуют за десятью заповедей Моисея. Почему же положил десять заповедей в ковчег и закрыл крышкой? Я говорю, да, кладут, и когда нужно класть заповедь, как кладут скрижали? Закрыть крышку, а потом написано «положи». Мне кажется, ну сначала же нужно открыть крышку, потом положить. А почему же написано, что «закрой крышку и потом положи ковчег?» Я очень долго размышлял об этом. Почему же нужно закрыть крышку, а потом положить скрижали? Я экспериментировал. Открыл крышку, потом положил скрижали, затем закрыл крышку. и время, которое уходит на это. А также закрыть крышку и положить скрижали. Вот здесь крышка, ты чуть-чуть приокрыл, положил и закрыл. Вот так нужно сделать. Когда я читал «Ковчеги», я пропускал этот момент. Но написано, что «закрой крышку и положи» скрижали. Читая слово, я был в изумлении. Я думаю, почему надо закрыть крышку? Давайте посмотрим исход, 25-я глава, 17-й глава, 17-й стих. «Сделай также крышку из чистого золота. Длина ее два локтя с половиной, а ширина ее полтора локтя. И сделай из золота двух героимов чеканой работы сделай их на обоих концах крышки. Сделай одного героима с одного края, а другого героима с другого края. Выдашим из крышки сделай героимов на обоих краях ее. «И будут херуимы сыра с простертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг другу, и крышки будут лицах херуимов». Затем 21-й стих. Написано «Положи крышку». Крышка по-другому называется «Место благодати». И написано «Положи крышку на ковчег сверху, ковчег же положи откровение, которое я дам тебе». Крышку также называют седалищем милости. И говорит «Положи крышку на ковчег, а в ковчег положи откровение». Что это значит? «Если открыть крышку, потом положить откровение, потом закрыть крышку, это займет много времени. Поэтому положи крышку на ковчег и чуть-чуть приоткрою крышку и положи откровение для того, чтобы минимум смотреть на откровение. Не смотри на откровение. Поэтому крышку закрой, а сверху херой мы должны закрывать крыльями. Бог сделал, чтобы ни в коем случае не смотрели на то, что написано в откровении. А почему Бог запрещает смотреть? Если вы посмотрите Первое царство, из-за того, что люди открыли ковчег и посмотрели на откровение, погибло 50 тысяч 70 человек. Бог сказал, не смотрите на откровение. Бог не желает, чтобы мы смотрели на откровение. Он желает смотреть на любовь. Но из-за того, что они знают Писание, многие церкви сегодня повторяют 10 заповедей Моисея. Это неправильно. Так поступают, потому что они знают волю Бога. Если мы знаем сердце Бога, если нам надо исполнять заповеди, чтобы получить благословение, мы в конце концов получим проклятие только. Поэтому Бог определил, что закон дан, чтобы мы познали, что мы грешники. А если мы узнаем, что мы грешники, мы больше не будем смотреть на закон. Он говорит, смотри на кровь Иисуса и получить свободу от греха. Вот для чего Бог дал закон. Но и сегодня продолжают многие люди верить в закон. Но Бог заключил под крышку это откровение. Бог не желает, чтобы мы смотрели на десять заповедей. Бог желает, чтобы мы смотрели на закон духа и жизни. И новое обещание, которое дал Бог. Бог сказал, вложу законы моих в сердцах, и их мыслях, напишу их. Бог желает, чтобы мы помнили закон Господа Бога в сердце. И второе, Бог говорит, чтобы мы помнили то, что Он совершил для нас. А что Он сделал, чтобы спасти вас? Он вел меня, чтобы спасти. Я родился в 44-м году, за год до освобождения нашей страны. После освобождения нашей страны у нас началась в 50-м году гражданская война. И нам было очень тяжело. Моя мама умирала в 51-м году. Через месяц забрали старшего брата в армию. Отца забрали в вспомогательное войско. Старшей сестре было 15, второй было 13, мне было 9. Мы не знали, что нам есть. Мы не знали, как надо дожить. Такие трудности стали условами, чтобы я протянул руку к Богу. Я был голодным, поэтому я все, что попадало. Мы много воровали. И меня сильно обрешал мой грех. Я часто ходил в церковь. я искренне просил, чтобы он спас меня. На утреннем собрании я молился, чтобы Бог спас меня. Бог вел меня. И 1962 году я подал документы на прапорщик инженер. У меня был сломан передний зуб, но его было незаметно. я не мог представить, что это станет препятствием. Везде меня пропустили. И последним был стоматолог. И врач расписался мои карточки. И там же подпись, и непонятно, что написано. Но я вижу, что у меня отличается от тех, что было у других ребят. Я сказал, покажи, пожалуйста, свою карточку. И вижу отличие. Я сказал, покажи зубы. А у него зубы здоровые. Я понял, что меня не взяли. Я обратился к военному врачу. Я спросил, вы бы не могли помочь? Он говорит, ладно, если бы это был внутренний зуб. А у тебя сломан передний зуб, как я могу помочь? Ну чуть-чуть же он сломан. Но меня не взяли. Я впал в отчаяние. Что бы я ни делал, у меня ничего не получалось. Живя в этом мире, я верил только себе. Но во всем, где я верил себе, все было разрушено. Я хотел поехать в Японию, но я потерпел провал. И в армии не получилось служить. Я думал, почему только у меня не получается? Эти вещи сделали, что я расстроился в себе. раньше я любил себя. Мне что-то нравилось тебе. Я думал, что у меня есть что-то хорошее. Я думал, что я должен быть особенным. Но у меня нет ничего хорошего. Я делал только плохое. Только грешил. Я начал ненавидеть тебя. Я правда не любил тебя. Смотрев в зеркало, я говорил, ты негодяй! Но Иисус подошел именно такому мне. никто не передавал мне Евангелие. В тот утром я тоже молился, чтобы Бог просил мои грехи. Но вдруг появилась вера, что мои грехи омыты. Мое сердце наполнилось покоем. Я начал читать Библию. Когда я читал Библию, точно мои грехи были омыты. Я сказал об этом моей старшей сестре, что я получил прощение грехов, что я стал праведным. Сестра удивилась и сказала Уксу, ты не прав. зерно, когда созревает, наклоняет голову. Если у тебя есть хорошая вера, ты должен стать скромным. И пастор, и пресфикторы нашей церкви говорят, что они грешники. А ты говоришь, что ты праведнее? Как такое может быть? Я не мог больше беседовать с сестрой. Но потом сестра получила спасение. я говорил перед молодыми о том, как я получил прощение грехов. Каждую субботу мы изучали гимны. 20 человек из молодых были в хоре. Я рассказывал, как я получил прощение грехов, что я получил прощение грехов. но все удивлялись и говорили, то же самое у меня. Как ты получил прощение грехов? Расскажи. Я подробно рассказал, как мы получаем прощение грехов. И месяц я проповедовал им слово. Об этом сказали пастору. И знаете, к сожалению, пастор начал отдаляться от меня. Однажды воскресенье во время собрания сказали, так, брат Уксупак наказан за то, что пользовался транспортом в воскресенье. Я спросил, какое наказание? Ты согрешил, поэтому не должен участвовать в хлебопреломлении. Мне хотелось сказать, а что наши дочери? потому что она приезжала в субботу на автобусе из города Тейко, а Воскресенье уезжала обратно на автобусе. Я хотел сказать об этом, но потом потерпел, потому что боялся, что пастор будет неловко. И затем я начал читать Библию. И в Библии очень подробно написано о прощении грехов, о прощении из-за греха, когда грехи были переданы, и что Бог не воспоминет наших грехов. И когда все пары сложились, удивительное спасение совершилось. Я начал говорить об этом. Люди начали получать спасение. Это было изумительно, вспоминая прошлое и трудности, которые были у меня. То, что я воровал, эти трудности сделали, чтобы я испытывал совесть и потом я начал ненавидеть себя. Я так не любил себя. Я хотел стать, знаете, иным человеком. Но было удивительно видеть, как Бог из меня делает иного усупака. Я получил прощение грехов. Я говорю о прощении грехов. И другие получают прощение грехов. И каждое это слово было удивительным. Я был благодарен Богу. Я так славил Бога. Иногда у меня появлялся мысль, что я сделал неплохо что-то. Однажды мы проводили семинар в Пусане в зале КБС. И семинар прошел хорошо. И когда я ехал в Сиул, а, тогда я служил в Тейджоне, ехал в машине и думал, о, наверное, я подобрал хорошую тему для семинара. Вот такое сердце пришло ко мне. И слово подошло слушателя. Я так хорошо передал слово и потом приехал в Тейджон 12 часов ночи. Но меня ждали очень большие трудности. Они ждали меня. Очень мне было тяжело. Каждый раз, когда я поднимал свою душу, Бог допускал мне трудности. Я увидел, что это не угодно Богу. Раз увидел, два раза увидел. Да, может быть, я считал себя лучшим. Но я видел, как Бог меняет меня среди проповедников. самое страшное это когда я думаю, что я хорошо проповедовал. О, люди через меня получили спасение. Когда братья передают Евангелие и когда их сердце этим замешано, они начинают следовать за плотью и начинают верить в себе. Легко становятся высокомерными и думают, что они молодцы, у меня становится высокомерная душа. И видя такое деяние Бога, мне нравилось, как Бог проводит меня. Я испытывал трудности, а это Бог дает, потому что мне нужно. Он хочет, чтобы я отпустил мою душу. У меня была гордая душа. Бог позволил мне так размышлять. И когда я увидел, что это не я сделал хорошо, это была милость Бога, я мог приблизиться с Богом. Когда приходят трудности, у меня появляется вера, что Бог поможет мне. Когда был суд, я сказал, братья, я не буду участвовать в этом процессе. Братья, вы готовьте. Я буду благовествовать Евангелие. И во время этого процесса, кроме того дня, когда надо было участвовать на суде, и как раз суд был только по понедельникам, кто-то говорит, что это мне уступили так. Но этому журналисту сказали, что это не так. Прости, ты правда журналист? Потому что даже трехлетние дети знают, что самые главные события проводятся только по понедельникам. И я сказал, после того, как завершился суд, я летел за границу, я был благодарен, что могу ездить за границу. Но я не знал, но потом мне рассказали, что было такое событие. Этот закон был как будто дан для меня. И во время процесса суда я мог на 30% больше заниматься делами Евангелия. Я мог жить только ради Евангелия. Я сказал, братья, вы занимаетесь судом. Я сказал, вы занимаетесь этим делом. Пастор занимаетесь строем. И так было удивительно. Хотя они ничего не разбирались в этом. Во время заседания сюда нельзя записывать диктофон. И поэтому все пишут в тетрадях. И каждый пишет по-разному. Но когда три материала соединяют в единое, тогда образуется полная картина. И они видели, как Бог помогает. Они видели, как Бог ясно проводит их. было очень много событий. Кто-то говорил, надо уменьшить наказание. И в нашей церкви братья говорили разные вещи. Но когда время прошло и оглядываясь назад, я точно могу сказать, что действовал Бог. как прокуратура подделала документы, чтобы обвинить меня. У нас не было способа обнаружить это. Но в журнале Евангелисе там в тот день, в то время, когда написано было в документах, что я снял деньги, у него в блокноте было написано, что я проводил семинар. И сохранялась кассета с семинара. И меня не арестовали. Но за это прокурор лишился должности и смогли обнаружить документ. Потом из-за этого документа люди начали говорить, что я якобы присвоил церковные деньги. Но Бог защищал меня. Откуда у меня может быть больше мудрости, чем у Бога? Но когда Бог на моей стороне, Он точно знает обо мне. когда был суд администрации Сочо, этот суд мы не могли победить, но Бог победил. Поэтому важнее всего это быть близко с Богом. Важнее всего читать Библию. Порой мы не понимаем Бога. Бог кроме того, что делает Бог, наша защита и забота о себе не имеет смысла. Когда Бог обо мне заботится, мы будем дороже, чем весь мир. Если бы не Господь Бог, я не знаю, что могло бы произойти со мной. Было много противников, многие мешали мне, но Бог вел меня. Евангелие от Марка давало мне огромную благодарность. Когда Бог не отвечал мне на молитву, когда у меня не было пищи, я молился, а Он не отвечает. Бог смирял мою душу, и Он давал эти трудности. Каждый раз, когда у меня становилась горлая душа, Бог смирял мою душу, я много раз видел подобного. Братья говорят, горлая душа, надо иметь смиренную душу. Бог дает благословение тебе, я мог так рассказать им. Иисус подробно заботится о нас. Жаль мне народа, ибо три дня они со мною, но нечего им есть. Если отпущено неевшими, ослабеет, потому что некоторые из них пришли издалека. Он подробно знает жизнь четырех тысяч человек. Иисус не только знает о них, но также приготовил хлеб и рыбу и отпускает их, накормив до этого. В тот день, когда они уходили от Иисуса, я думаю, они были счастливы, они были рады, чем кто-либо. Они были ближе к Иисусу. Иисус говорит мне, читая Слово Иисуса, веруя Слово Иисуса, имей сердце Иисуса. Какое же это благословение? Словами не могу описать. в моей жизни были большие и маленькие трудности и препятствия, но они превратились в счастье, в благословение для меня. Я словами не могу описать, насколько я благодарен. Давайте будем едины сердцем с Богом. будем изучать, какое же сердце у Бога. И пускай это сердце будет у нас. Не живите формально. Не говорите того, что нет в душе. Говорите то, что есть в вашем сердце. Говорите об Иисусе. И увидите, как Иисус действует в вас. И я благодарен Богу. Теперь я вижу, что Бог позволяет благовесить до края земли. И Он использует меня. Он воспитывал нас. И теперь время настало передавать слово. Скоро я поеду в Израиль. И многие трудятся с душой. Они молятся. я был очень благодарен. Когда я думаю, что Бог будет действовать, у меня есть огромная благодарность. Я желаю, чтобы каждый из вас имел близкое общение с Богом. И чтобы получали жизнь с Богом. Может быть, мало материального, но нет ничего, чего бы нам не хватало. У нас будет одно сердце с Иисусом. мы сможем жить получая благословение. Я уверен, что нет ничего благословеннее, чем такая жизнь. Будем читать Библию, и давайте будем обнаруживать душу Бога. Не будем жить своим сердцем. Пусть сердце Бога станет моим сердцем. И тогда Он даст нам лучшую жизнь. Спасибо за внимание. .